Привидище, это контрабака Полизака. И у меня для тебя не очень хорошие новости. Началась война. В связи с этим у нас большой приток мигрантов. Они все хотят уехать от нее подальше, соответственно, в нашу страну, где безопасно. Газеты пестрят только этими новостными заголовками. Война. Суббота 9 мая 1981 года. Правительство Аль-Барака официально подтвердило нападение кагастамского агрессора. Жители приграничных территорий, опасаясь наступающих подразделений врагов, в панике покидают свои дома и бегут на север. Короче, в связи с этим будет огромная куча подделок паспортов. И это нужно как-то контролировать. Первый приезжий. Давай посмотрим его документы. Соответственно, сейчас сравним сразу же его паспорт. Пожалуйста, пропустите меня. Мои дети там совсем одни. Я должен их найти. Так, возможно, этого чижика придется отпустить. Хотя вот таких вот чижиков сейчас будет огромное количество на самом-то деле. Кто-то будет врать, а кто-то будет говорить правду. И вот как выяснить, кто говорит из них правду, а кто лжет, только самому богу известно. Прикинь! Листал я свою должностную инструкцию. И, короче, наткнулся вот на такое. Документы КГП. Ну, мы их, собственно, находили. А есть еще деньги Абиранкова. За последние несколько лет главарь банды контрабандистов Борис Абиранков сколотил немалое состояние. Ходят слухи, что, опасаясь кражи, значительную часть наличных денег он закопал в лесах на территории Карикадки. То есть в лесах. Ящик с баблом, елки. Ты посмотри, сколько там бабла лежит. Если я такой ящик найду, я поднимусь. Вообще капец как. Так, значит, возвращаемся к проверке документов. Чувак у нас из Альбарака. Проверяем. Вот такая вот печать у него должна быть. Все соответствует. Тип машины. Азар 5. Да это нифига не Азар. Это же Микрос. Сейчас проверим. Где у нас? Вот Микрос 26. Да, вот это Микрос. А как Азар у нас выглядит? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Покажите. Азар это буханка. Блин, ну чувак. Вот у тебя было одно нарушение, а теперь их два. Номера не соответствуют. ХЗ в конце, а тут ХС. Отчет достаем. Пишем, что регистрационный номер не соответствует. Еще ими фамилии не соответствуют. У нас тут еще написано. Все мигранты могут проехать нашу границу только в том случае, если у них есть действующее разрешение на въезд. И причиной въезда является предоставление политического убежища. Если такого разрешения у тебя нет, а у тебя его походу нет. А, нет, смотри, вот тут написано политическое убежище, то есть все ок. Ладно, чувак, только ради детей, только ради детей ты проезжаешь. Ай-яй-яй, что я творю? У меня в кармане всего 213 баксов. Если я сейчас в минус уйду, это будет просто абзац. Сколько? Ну да, минус 200 мне дали. Чувак, а что у тебя с лабашом? Ты где ехал? Ну-ка, выходи с тачки. Ты какой-то слишком подозрительный. Что по номеру? ЗДФ? ЗДФ, 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 ЗДФ. ЗДФ, контрабандист. Ха-ха-ха. Давай-ка мы сразу тачку просветим. Ты еще и поторговать предлагал? Что везешь-то вообще? О, водка. А, денег-то у меня нет. Водку хотел купить. Ладно. Документики свои давай. Давай-давай-давай, деньги. Ага. Мне, кстати, говорили, можешь сразу арестовывать чувака, как только видишь, что он контрабандист. Давай мы, наверное, так и поступим. Я сейчас посмотрю. Да, тут контрабанда вон. Без разговоров просто вот так. А, он может деньги мне предложить? Да пофигу тебе на деньги. Все, ты арестован сразу же. Ну как тебе здесь? Нормаленько, да? Закрываем нашу темницу и пошли работать дальше. Отколупываем. Заднее крыло. О, фальшивый. Что-то очень много фальшивых в последнее время везут. На бампере еще. Ух ты, сколько. По-любому в креслах есть, да? Наверняка же. Может в бардачке, кстати. Ха, в бардачок спрятал. Ну да, это. О, под сидушкой. Вот здесь, где мой скальпель? Достаем скальпель и аккуратненько все это медицински разряжаем. Три пачки фальши. Давай теперь в багажник заглянем. По-любому вон сюда еще купюру. Ну действительно. Я как будто его мысли читаю. Еще две купюрки. Что, получается, вроде бы все тут обыскал. Максимов, увози эту рухлить. На металлолом сдавай. Вот и отработали. Не все, конечно, бабки. Но 160 долларов мне вернулось. Следующий. Война идет прямо у наших границ. Скоро они придут со нами. Тих-тих, без паники. Если под оком у тебя все ок, ты убежишь. А у тебя под оком не ок, значит ты не убежишь от войны. Ай-яй-яй, мужик. У тебя даже номера не соответствуют. Накраденная, что ли? Ох ты, сигаретки. А ну-ка выходи из тачки. Вы, господин Мика, арестованы. Второй, следом же, сразу второй контрабандит заехал. Офигеть. Отдыхайте, ребят. Теперь вам не будет так скучно по одному. Итак, куда же ты заныкал еще контрабанду? В заднее колесо. Это прямо вот самое очевидное место в последнее время. Сигаретки. Забираем. В багажничке есть что? Ух ты. Цемент. Уверен, что в нем тоже может быть контрабанда. Но я же говорил, он туда заныкал. Ай-яй-яй. А я нашел. Ай да красави. Блин, ножик сломался. Для этого у меня есть ледоруб на всякий пожарный. А нет, только ножиком? Блинский. Слушай, у меня тут на складе газовый шланг лежит. Давно причем лежит. Я вот думаю, может быть, и можно что-нибудь попробовать вскрыть. О-о-о. Нифига себе, газовый шланг. Это труба, блин, целая. Так, где вот этот вот? Не, не прокатит. Черт подери, вот это засада. Володяу вызвать я не могу, потому что у меня денег маловато. И последнюю контрабанду достать тоже не могу. Потому что ножиков у меня нету. Что ж, Максимов, давай, убирай. Уехать с границы тоже не могу, потому что я пост оставлю в рабочее время. Меня вернут. Короче, попадос конкретный. День я закончил не очень успешно. Минус 362 в кармане. Я поеду сейчас искать клад. Беру лопату, которая уже почти сломалась, блин. Но мы сейчас поедем в отдел полиции и продадим всю контрабанду. На вырученные бабки мы покупаем лопату и ищем клад Оберанкова. Что, за сколько возьмешь? 310. Ёлки, мне даже на лопату не хватило. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Короче, чтобы поднять бабла, мне нужно ещё... Товарищ, надеюсь, что всё удалось решить. Нет, ни черта не удалось. Денег нет. Скоро нашу границу закроют, потому что нам платить нечем. Лопат нету, вообще нифига нету. Поэтому нам нужно... Пацаны, собирайтесь. В трудовой лагерь едем. Руду копать. Без паники. У меня есть план побега. Э, слышь, кто там побег хочет... Ой, блин. Заболтался. Ну всё, приехали чебрики. Сидите там, да? Никто не сбежал, всё хорошо. Дайте мне, пожалуйста, денежку за этих засранцев. 400 шоу. Ништяк, на лопату хватает. Всё, поехали к Владяу, быстро. Уже светает утро, ёлки-палки. Мне сейчас на работу уже скоро. Владос, выручай. Лопата, срочно лопата нужна. И ножик. Тактически возьму. Топорик ещё нужен по-любому. Лопату подешевле тоже возьму. Вроде всё, спасибо, Владяу. Я погнал. Ну что, теперь можно искать клад. И первое место, которое я хочу посетить, это трансформаторная будка, которая всегда привлекала моё внимание, когда я проезжал мимо неё. Она где-то, вот она, вот она, трансформаторная будка. Сейчас мы туда зайдём и посмотрим, что там. Я вообще давно хотел посмотреть, что там. Может, и там и денежки спрятаны. Потому что сюда же должен быть проход. Да! Вот и дверки. Значит, здесь явно что-то есть. Осталось только это найти. Ага. Тут яма, которую можно раскопать лопатой. Здесь ничего не открывается больше. Ну что ж, где моя лопата? И давай копать. Чуйка не подводит. Ну вот и здорово. Почти всё откопали. Можно уже открыть? Вау! Бабосики, забирай это всё. 300 баксов. Один из восьми кладов я-то нашёл. Так, я не понял, а что тут за пробка? А, это я опять туда устроил вот это вот всё. Да не гуди ты! Отъезжаю я. Нифига себе, тут пробочка такая нормальная собралась. Вот и таймер уже пошёл. Вернитесь к работе вас, там ждут. Я прям так вот заеду, вот тут вот встану. А, блин, тачка будет мешаться. Давай тогда вот здесь припаркуемся. По-наглому. Вроде нормально стал, не как мудак. О, письмецо! Ну-ка, давай почитаем, что там. Дорогой начальник, спасибо за ваше доброе отношение ко мне во время вчерашнего досмотра. Приятно осознавать, что в этом мире ещё остались великодушные люди. Я чудом нашёл Петра и Юлю. Дети целы и невредимы. Мы уже вместе в приюте для беженцев. Здесь о нас хорошо заботятся. Я прямо не знаю, как вас отблагодарить. С уважением, Зеон Гаджета. Ну круто, круто! То есть доброе дело мы всё-таки сделали вчера. И это в копилочку к нашей кармии уходит. Ух ты, подарочек ко мне приехал. А чё так дорого-то водку по сорокету продаёшь? Ты откуда её везёшь, блин? Не, я за столько не буду покупать. Может повредничать и не пропустить этого, чего оказывается, что так дорого? А, так ты из-за коррестана, ты свой типа. А паспорт у тебя случайно не поддельный? Слушай, ну не-не-не, всё соответствует. Паспорт настоящий у него. Ладно, давай проезжай уже. Освобождай место. Всегда я хотел на тачке сверху прокатиться вот так вот. А чё ты меня сбросил-то? Я хотел уехать за границу вместе с тобой. О, мужик! Слушай, у тебя тачка коричневая, да? У меня вроде бы с водкой на такую тачку была. Хочешь немного зарабатывать? Я с удовольствием у тебя что-нибудь куплю. А чё ты вообще продаёшь? Так, мы выяснили, что ты уже, ну, не очень чист на руку, поэтому... Давай попробуем с ним поторгать. Может, он водку дешёвую продаёт. А потом мы его арестуем. Так, мешок картошки. Ты, пф, 33 доллара, да ёлки-паки, чё так дорого из-за войны, что ли, всё? Так, вмешательство. Ага, понятно. Ладно, короче, ты арестован, у меня важные дела есть. Чё там у нас за вмешательство? Один из наших тайных агентов в банде контрабандистов сообщает о наркотиках, закопанных в старых руинах. Ящики должны забрать. Вы можете помочь перехватить контрабанду. Да, конечно, помогу. Погнали. 1400 предлагают за это всё дело. Так, эта тачка уже убита. Пойду закажу свою шестёрочку. Не зря я к Владяо съездил и лопату купил. Ёлки-палки. Как чувствовал? Шестёрочку дай мне. У, красоточка моя, погнали. Едем с ветерком на моей шестёрке. Да ядрить, мадрить, ну недавно же её только потенил. Я вот чё хочу тебе сказать, что мы на этих развалинах уже были, и вот приехали ещё разок. Глуши тачку, пошли. На разборочке. Давай выходи уже, чё ты? А чё ты не выходишь? То есть назад ты можешь, а сюда не можешь? Блин. Что за дерьмицё? А, уже стреляет по мне. Кто? Где мой пекаль? Обожаю пекаль на самом-то деле. Потому что он может делать вот так вот. Видал, да? Прицеливаешься и стреляешь. В серединку. Блин, хедом не получается, ладно. Ну-ка, с этим выйдет так? Красава. Где вы тут чё закопали? О, какой жук жирный летает, офигеть. Так, не отвлекайся. Ага. Давай-ка попробуем здесь копнуть. Чёрт подери, ну только ж, ну-ка. Я всё тут зачистил. Вон он стреляет в меня. Получай. Надо, короче, акашечку купить. Сейчас разбогатею. О! Как он грамотно-то вышел? Вон, смотри, они с ака стреляют. Мне тоже надо ака купить уже. К тому же я и патрики с них собираю, акашечные. Так, чё тут у нас? Ну-ка. Ака. Это же ака, да и патроны. Можно мне одну взять отсюда? По-братски. Ага. Вот нашёл ямку. Прям в доме, прикинь. Вот так вот расположили. Ну-ка. Ну где же, где же? Чё, пусто, что ли, уже откопали? Ах ты, ёлки. Вот это подстава. Нифига себе, пока я тут копал. Ты чё, прям в спину стреляешь? Где-то ещё, вон он. Каждому по патрончику досталось. Вот ещё ямка. Надеюсь. Блин, а чё они на меня так напали, если там пусто было? Чё не пусто? О! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Давай, раскапывай получше. Где ты? Взрываем. Гори в аду. Попаду? Нет, отсюда. О! Чётко. И он там ещё, да? Готов? Фух! Быстренько я с ними. Ну, блин, вот как на такой может смотреть со спокойной душой-то, а? Кажется, последний. Вот, 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 последняя ямочка. Блин, пустая. Что ж такое-то? Дурят меня, дурят. Еще один где-то. Выходи. Ты тут, что ли? Ха, хитрец. Думал, я тебя не найду. Ну, лопатка, давай. Еще разочек. Все, сдохла лопата. Мне хватило, слава богу. Все, едем теперь обратно работать. Только вот, наверное, к Владяу заедем еще за лопатой. Эй! А где буханочка моя, я не понял. Тогда я шестерочку свою сюда припаркую. Че место-то пропадать? Отличное место вообще. Итак, продолжим. Где тут у нас контрабанда-то была? По-моему, здесь, да. Воспользуйся нашей трубой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фальшивочки вез. Смотри, какой хитрец. За рулем спрятал. И на сидушках еще. Офигеть! Я думаю, что и в холодосе тоже есть. Ну-ка, давай, доставай. Сейчас мы его откроем, если это возможно. Оу! Ничего себе! Первый раз у меня в холодильнике контрабанду провозят. Так, короче, я все вроде бы. Давай посмотрим, где еще места, где прячут контрабанду. Я аж светил, не было там в переднем бампере. Спинка водительского кресла. А-а-а, ну там, да, может быть. Воздушный фильтр. А Максимов, верни тачку, пожалуйста, или ты уже на металлолом ее скинул? Блин. Ну ладно. Денег у меня все равно предостаточно. Давай вооружим нашу команду. Из тех самых бомжовых у нас был Ковальский. Но теперь он спецназовец. И думаю, раз у меня есть деньги, а солдата я экипировал уже, купим себе Гроздюк П-91. О-хо-хо! Получено достижение, полный гараж. Парикинь, Гроздюка купил. Ты банкрот, игра проиграна. Обосраться можно. Ладно, повременим тогда. Ковальский все-таки обмундируем как надо. А Гроздюк подождет, он мне не так уж и к спеху. Ложимся спать и посмотрим, сколько с меня сейчас бабла спишут. День 25, у меня расходы на минус 640 долларов. Эх, так проснулся у меня уже звоночек. Что там у нас случилось-то опять? Товарищ, срочно отправляйтесь в трудовой лагерь и доложите сержанту Боркову. Мы подозреваем, что наши линии могут прослушиваться. Так что вы все узнаете уже на месте. Лучше возьмите оружие. Я, короче, подумал, что вместо оружия лучше возьму, ну, хотя бы одного заключенного. Раз я туда еду, то погнали со мной. Решил поехать обходными путями. Вдруг у этого чувака есть связи. И меня где-нибудь поджидает на дороге засада. О, нифига себе, я по такому мосту еще ни разу не ездил. Прикольно. Ну все, мы тут... О, ого. А что здесь происходит? Контрабанду нашли? Так, выходим. Здорово, парни, что случилось? Нифига себе. Мои люди придут за мной, вы уже трупы. Это... А ты кто такой? Борис Абер... А, Аберанков. Так, вот это кто? Что за тип? Сержант Борков. Погоди, я Собиранковым могу поболтать? Не, не могу. А что здесь? Ну, нифига себе. О, винтовочку мне дают. С рожками, офигеть. Хорошо, что я ее не купил. Тут на халяву выдали. Не зря я тогда контрабанду эту нашел. С окашечками. Ну что, рассказывай. Товарищ, наконец-то вы приехали. Прошлой ночью в наши руки попал сам Борис Аберанков. По словам нашего осведомителя, его люди хотят его освободить и могут следить за этим местом. Нужно как можно быстрее забрать отсюда этого ублюдка. Мы хотим сделать вид, что это обычный транспорт. Поэтому поедем на этой машине. Заключенный будет заперт на складе. А вы идите к кутузке и прикрывайте нам тыл. Мы должны быть ко всему готовы. Ну что, поехали. А, блин, а можно выйти? Я там чувака хотел еще сдать вам. Сержант! Там чувака с тачки забери. Эх. Ладно. Оп, лакатик прикольно. А где АК? Сейчас, подожди. Надо же АК достать. АК, АК, АК. У меня как раз патрон для него. Окно давай разобьем. Дверь можно открыть, в принципе. Думаешь, это жалкая уловка может сбить с толку мы хринди? Ха-ха-ха. Борис Аберанков кричит. А ты где вообще есть? Я думал, тебя там оставили. Прочность машины. Видимо, нашей машины. Да ты откройся дверь. Черт, за нами погодит. Стреляйте в них. Где? Можно тачку взорвать? Ёлки-палки. Так, это еще один бандит. Сейчас, подожди. Рулик! Ровно, ё-моё! Перезарядка. А чё ты дымишься уже? Тачка твоя дымится, да? Бум! Тачка сейчас взорвется. Готов... А чё вот этот водитель один ехал? Я понять не могу. Чё с него толку? Какой вообще был? Ну чё, где все остальные? О-о-о-о! О-о-о! О! Нифига себе, как я вылез. Прикольно. А я могу с тачки слезть? Сейчас, погоди. Ха-ха! Я выпал с тачки, и меня еще раздавили. Обигеть! Да, я умер. Вот тут за коробочками сяду, и у меня не должны сильно патрики их задевать. Готов! Нифига себе, как я их быстро... Теперь водилу осталось попасть. Нет-нет-нет! Это таранул мою тачку. Был бы прикольно прыгнуть ему на капот, знаешь, как в форсаже. Так, я думаю, вот эту тачку можно взорвать. Она далеко едет. О! Водитель ухана там уже. Вы облажались, ребята! Ха-ха-ха-ха-ха! Подумаешь, нас раскусили. О-о-о! Смотри, сейчас будет жесткий подрыв. Ну-ка, ну-ка, фейерверк! Офигенно! О, кладбище! Офигеть! Осторожно! Едет следующий! Нет проблем! Сейчас разберемся с ними. С нами АК! Нам нечего бояться. Давай, взрывайся и в него, перекрывай! Ну-ну-ну-ну-ну! А, красота! Ой, хорошо вышло-то как, а! Вообще огонь! Так, а мы куда едем-то? О! Давайте к Владяу заедем! Вот мы, а вот Владяу. У него там Патрики есть. У меня как раз в калаше патроны кончились, все! Владяу! Давай скажем, что у нас это, операция идет! Нам нужны Патрики! Владяу! Останавливайтесь! Ой-ой-ой! Мы проехали мимо! Мы проехали мимо, поэтому Патриков мне не видать, походу. Ёлки-палки! Тачка опять дынит! И я не знаю, сколько мы тут продержимся. Что-то вроде больше никого нету. Что, мы там приехали? Нет, а мы куда вообще едем? Или мы просто отвлекаем всех? И катаемся вокруг. Подозрительная тишина, слушай. Мне это не нравится, нас сейчас где-нибудь подорвут нафиг. Дорогу заминируют, и все, и хана нам. Опа-опа-опа! Началось откуда? Где? Что, водителя подстрелили? Товарищ! Медленно выйдите из машины! Только без всяких фокусов! Ох, ёлки! Подойдите сюда! Ну ладно. Опа-на! А их там всего двое. Что, наших подстрелили, да? А тут никого и нету. Подойдите сюда! Или это наши, ребят? Хотя на наших они что-то не похожи. Ты кто такой? Повстанец. Кровавого кулака. Давай поболтаем. Заключённый, которого ты перевозишь, имеет решающее значение для наших операций в этом регионе. Освободи его, если хочешь спасти свою жалкую жизнь. Да пошёл ты! Нет! Кажется, я их двоих убил. О-о-о-о-о! Да! Я их укокошил, красава! Передавая заключённого, вы пользуетесь замешательством и достаёте пистолет. Застегнутые врасплох повстанцы падают на асфальт, раненные пулями из вашего Макарова. Вы слышите, как приближается подкрепление, вызванное сержантом Борковым. Борков красавчик! Вовремя вообще вызвал. Две тысячи баксов мне дали. Ху! Теперь я могу Гроздюка купить. Вообще без проблем. Хотя, значит, нет, нет, нет. Не Гроздюка. Не Гроздюка. Я Владяу хочу вызвать и попросить у него винтовку снайперскую. Владяу, мне нужна снайперская винтовка. Хочу посмотреть, как их... Вот она, снайперская. Две восемьсот. Блин, это дорого. Капец, как дорого. Ну, давай покупаем. Вот такая вот снайперская винтовка. Блин, я думал, у меня будет оптический прицел. Ну, нифига. Ну, что ж, я на рабочем своем любимом месте. И что будет дальше, ты узнаешь в следующем ролике. Поэтому, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк у вас под видео. Можешь черкануть в комментик. Мне будет любопытно почитать, что ты там напишешь. Ну, и, конечно же, не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий ролик, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что, до встречи.